Здравствуйте! Вы смотрите новости Заречного. С главными событиями городской жизни вас познакомят корреспонденты нашей телерадиокомпании и я, Станислав Корякин. И вначале коротко о некоторых темах сегодняшнего выпуска. Открыто о наболевшем. В Заречном прошло расширенное совещание по вопросам качества оказания медицинской помощи. Я очень рад, что наше совещание прошло именно в таком ключе, что это не только были какие-то там отчеты положительные, но и мы все-таки смогли высказать какие-то наши проблемы. 59 лет работы для сохранения мира. На градообразующем предприятии отметили день выпуска первой продукции. Мы достаточно устойчиво себя чувствуем в сегодняшнем дне. В прошлом году мы сделали 9 миллиардов выручки товарного выпуска. Идем с природным подъемом, показателем. И я надеюсь, так будет продолжаться. И мы достойно вместе с вами встретим 60 лет нашего предприятия. Чилийские кондоры против немецких орлов. В Заречном продолжается футбольный фестиваль в поддержку Кубка Конфедераций. И теперь об этих и других новостях подробнее. В Заречном прошло расширенное совещание по вопросам качества предоставления медицинских услуг. Городские, региональные, федеральные чиновники, медицинские работники, представители общественных объединений обсуждали пути совершенствования здравоохранения в Заречном. С подробностями Елена Степкина. Меры по повышению качества медицинского обслуживания жителей Заречного обсудили на совещании, прошедшем в администрации города. В его работе участвовали представители руководства Федерального медико-биологического агентства, правительство Пензенской области, регионального министерства здравоохранения, представители градообразующего предприятия, совета ветеранов, профсоюзных организаций, сотрудники медико-санитарной части, руководство города. Совещание проводится по прямому поручению генерального директора корпорации ФРСАТОМ, по инициативе корпорации ФРСАТОМ. Совещание, наверное, назревала актуальность этого совещания очень алицеткая, потому что опросы населения, которые мы проводим уже в течение многих лет, они говорят, что в среднем важность от качества медицинской помощи на оселении имеет первостепенное значение и опережает оценки других социальных проблем. О положении дел в медсанчасти доложил ее руководитель Андрей Капустин. Начал с демографии. Наконец 2016 года числа человека составила 4,787 человек. Средняя воздолжительность жизни у нас мужчин составила 16,5,1,65 и дальше 76,4,5. В результате статистики, что это было максимально, то есть у нас детишка развелось именно за речностью. И у нас подробности 60,6,5. Смертность у нас 11,5,6,5. Это показатель ниже, чем по Российской Федерации и ниже, чем по Киевской области. На совещании говорили о кадровой обеспеченности. На сегодняшний день не хватает врачей и среднего медперсонала. Один из способов привлечения молодых специалистов – программа целевого поступления в медицинские вузы. Первые ее участники уже работают в подразделениях медсанчасти. Поиск специалистов ведется как в Пензенской области, так и в близлежащих регионах. Иногородним предоставляется служебное жилье. Говорили и о проблемах. Среди них – состояние оборудования, необходимость ремонта и накладные расходы. Например, пока не поступают средства на содержание отделения переливания крови. Оно работает в городе, но требует значительных материальных затрат. Помощь в проведении ремонта предложили и представители ФМБА и регион. Единственное требование – детально расписать на что необходимы средства. Я бы предложил Андрею Владимировичу, Андрею Николаевичу, чтобы весь перечень проблем, которые выразучили, с точки зрения капитальных ремонтов, текущих ремонтов, переоснащения оборудований и так далее, все это было приводчено в конкретные цифры и ронжировано по приоритетности. И надо точно записать протокол. Участники совещания обсудили меры по улучшению качества предоставления медицинских услуг, обсудили спорные моменты, подчеркнули недочеты и достижения. Ряд вопросов, поднятых на совещании, требует детальной проработки и более тщательного изучения. Я очень рад, что наше совещание прошло именно в таком ключе, что это не только были какие-то там отчеты положительные, но и мы все-таки смогли высветить какие-то наши проблемы. Я думаю, что мы все вместе сможем этот перечень всех наших вопросов, всех наших проблем обозначить, наметить какие-то эти решения. Я думаю, что все вместе мы сможем работу и нашей медсанчасти, и качественного медицинского услуга поднять на более тщательные. В завершении совещания заместитель руководителя Федерального медико-биологического агентства Андрей Середа предложил участникам посетить отделение медсанчасти, чтобы определить, где в первую очередь необходим ремонт. Елена Степкина, Сергей Чистикин, телерадиокомпания «Заречный». 30 июня «Заречный» отметил знаковую дату. 59 лет назад городообразующее предприятие выпустило первую продукцию – блоки импульсов B1. Этот день считается днем основания производственного объединения «Старт». На заводе прошло торжественное собрание, на котором лучшим сотрудникам были вручены именные премии, а чуть позже состоялась встреча заводчан с руководством предприятия и города. Они ковали ядерный щит страны. Ветераны производственного объединения «Старт», те, кто помнит, как все начиналось, как росло и развивалось предприятие, по праву, носящее звание «Жемчужина Росатома», собрались вместе, чтобы отметить общий праздник. 59 лет назад на заводе выпустили первую продукцию – блок импульсов B1. 30 июня считается официальным днем рождения градообразующего предприятия. Для каждого из собравшихся эта дата значит многое. С одной стороны, 59 лет – это не так уж большой срок с точки зрения какой-то исторической, но если взять историю завода, то за эти годы были столько сделано, много для укрепления нашей обороноспособности, что позволило нашей стране поддерживать мир, и мы можем жить под мирным небом. День рождения производственного объединения «Старт» – важная дата в истории Заречного, ведь между городом и заводом существует неразрывная связь. Благодаря производственному объединению заводу был создан наш прекрасный город, и вы каждый своим трудом вносили какую-то лепту, какую-то долю именно строительства нашего города. С тех пор произошло много событий. Производственное объединение «Старт» росло, развивалось, осваивало новые технологии, изготавливало различные изделия для ядерно-оружейного комплекса. Традиции, заложенные ветеранами предприятия, помогли ему пережить трудные для страны времена перемен и выстоять. И сейчас завод и заводчане с оптимизмом смотрят в будущее. Мы достаточно устойчиво себя чувствуем в сегодняшнем дне. В прошлом году у нас сделано 9 миллиардов выручки товарного выпуска. Идем с приростом по объемным показателям. И я надеюсь, так будет продолжаться. Мы достойно вместе с вами встретим 60 лет нашего предприятия. Поздравить ветеранов «Пелстарт» с днем выпуска первой продукции пришли и творческие коллективы «Заречного». Они подарили им праздничный концерт. Ксения Тризна, Игорь Вайдаков, телерадио, компания «Заречный». В 59-м годовщину выпуска первой продукции городообразующего предприятия «Заречного» более 30 заводчан были удостоены звания гражданин страны «Росатом». Соответствующие знаки и номерные удостоверения вручены сотрудникам, внесшим значимый вклад в развитие и строительство атомной отрасли. С торжественного собрания Ксения Тризна. Сотрудница производственного объединения «Старт» Юлия Сараева получила второе гражданство. Теперь она гражданин страны «Росатом». Это звание Юлия получила за активное участие в жизни родного предприятия. Она работает на заводе почти 10 лет и не только выполняет свои профессиональные обязанности, но и защищает честь производственного объединения на спортивных состязаниях, участвует в конкурсах самодеятельности. Удостоверение и знак гражданина страны «Росатом» – это признание заслуг и импульс к дальнейшему развитию. Вместе с Юлией удостоверение получили более 30 сотрудников производственного объединения «Старт». Церемонию приурочили к годовщине выпуска первой продукции, официальному дню рождения градообразующего предприятия. Гражданин страны «Росатом» – это новый коммуникационный проект госкорпорации. Его цель – объединить всех сотрудников атомной отрасли. Удостоверение гражданина страны «Росатом» дает право войти в общественный совет госкорпорации. Они заслужили этого, так как ведут активную жизненную позицию и своим трудом доказывают, что жизнь, которая на предприятии, в городе и в корпорации – это одно единое целое. Проект «Гражданин страны «Росатом»» продолжается. Церемонии вручения удостоверений пройдут еще не раз. Ксения Тризна, Игорь Войдаков, телерадио, компания «Заречный». Завершены все работы по освещению Ахунской улицы от перекрестка с Озерской до проходной. Проведены пробные включения линии. С 30 июня фонари на этом участке дороги будут гореть постоянно вместе со всем уличным освещением города. Таким образом, последняя остававшаяся темная дорога в областной центр стала более безопасной. В «Заречном» продолжается работа по ликвидации так называемых темных пятен на дорогах. Зажглись фонари еще на одной улице города – Ахунской. «Два года назад мы осветили участок дороги, который ведет от проходной АМ до Ахунского переезда, там, где кончается граница зато, город Заречный. А вот этот следующий этап – это мы осветили участок дороги, который у нас от Ахунской проходной до перекрестка с улицы Озерская». На этом участке дороги в темное время суток нередко происходили дорожно-транспортные происшествия. Из-за плохой освещенности проезжей части здесь складывалась не самая безопасная обстановка. «Теперь я надеюсь, что для автолюбителей ситуация изменится в лучшую сторону. Этот участок освещения был смонтирован силами гор-электросети, за средства гор-электросети. Это то, что они делают в порядке своей деятельности». Кроме этого, в 2017 году в рамках федерального проекта «Качественные и безопасные дороги» освещение появится еще на двух улицах на окраине города в промышленной зоне. Фонари будут установлены на средства, выделенные из государственной казны. Наталья Елистратова, Денис Дубицкий, телерадиокомпания «Заречный». 30 июня окончательно завершен учебный год. Для 420 зареченских девятиклассников прошли выпускные вечера. Кто-то из них продолжит обучение в школе, а кто-то выберет средне-специальное учебное заведение. Но, так или иначе, очередной этап в жизни подростков пройден, рассказывает Наталья Елистратова. За плечами экзамены. Можно сказать, что они выдержали свое первое в жизни взрослое испытание. Во всех школах Заречного прошли выпускные девятиклассников. Аттестаты о среднем образовании получили 420 учащихся. В 222-й школе выпускались два класса. Прежде всего, хочу сказать большое спасибо вашим учителям, своим коллегам, высоким профессионалам, благодаря которым вы обладаете, надежными и прочными знаниями, благодаря которым вы успешно преодолели все испытания на государственной итоговой аттестации. Они достойны ваших приветствий и аплодисментов. По традиции, первыми аттестаты получили отличники. Вместе с первым документом об образовании девятиклассникам вручали дипломы за хорошую учебу, активное участие в жизни класса и школы, благодарности родителям. В свою очередь, ребята поблагодарили педагогов за их нелегкий труд. Теперь девятиклассникам предстоит сделать свой первый взрослый выбор. Кто-то останется в школе и пойдет в 10-й класс, а кто-то решит продолжить обучение в среднеспециальных учебных заведениях. Наталья Елистатова, Александр Дубицкий, телерадиокомпания «Заречный». Об успехах зареченских выпускников, современных тенденциях в образовании и развитии городской системы просвещения мы сегодня поговорим с начальником городского департамента образования Еленой Аникиной. Интервью студии после рекламы, а пока к другим новостям. В «Заречном» продолжается проведение праздников дворов в рамках конкурса общественных инициатив «Мой дом, мой двор 2017», корпоративных проектов «Росатома гражданин страны Росатом» и лучшие муниципальные практики. Очередной праздник пришел во двор на Братскую 15. Жители этого дома уже второй год принимают участие в конкурсе, рассказывает Ксения Тризна. Вот такой дизайн, посмотрите, как красиво получается, да? Бабочки, цветочки! На Братской 15 толк в благоустройстве знают и взрослые, и дети. Пока младшее поколение украшает импровизированные игрушечные клумбы, взрослые вовсю борются за победу в конкурсе общественных инициатив «Мой дом, мой двор 2017». За дело взялись очень дружно. Мы так вот как-то всем домом старались, облагостроили нашу территорию, украшали все, разрисовывали там наши мусорные ящички, покрасили заборчики, облагоустроили территорию. На придомовой территории инициативные горожане высадили флоксы, ирисы, бархотки и другие цветы. Самодеятельные озеленители пока находятся в творческом поиске, выбирают, какой облик придать своему двору. Мы еще выбираем, какие у нас могут расти растения, потому что у нас теневая сторона, и у нас очень много деревьев. Как и ко всем участникам конкурса «Мой дом, мой двор» на Братскую 15 пришел праздник. Инициативные горожане принимали гостей. Они смогли в неформальной обстановке пообщаться с чиновниками и сотрудниками полиции. Самым активным благоустроителям вручили награды. Говорю вам большое спасибо за то, что вы включились в эту работу, в работу по благоустройству нашего города, чтобы наш город стал еще более красивым, еще более замечательным. В этом дворе я нахожусь. Он такой прекрасный, такой уютный, наполнен радостью и весельем. И кто же все это сделал? Конечно же, вы, жители этого двора. Инициатор участия в проекте «Мой дом, мой двор» Лариса Миронова получила удостоверение и знак «Гражданин страны Росатом». На празднике особо отметили детей войны, ликвидаторов последствий техногенных аварий и катастроф и военнослужащих. Ведь мирная жизнь с яркими цветами и детским смехом во многом их заслуга. Ксения Тризна, Денис Дубицкий, телерадио, компания «Заречный». Российский союз экспертов красоты высоко оценил мастерство зареченских дизайнеров ногтей. Две сотрудницы городских салонов красоты приняли участие в открытом международном чемпионате Beautiful Technology по маникюру, моделированию, дизайну ногтей и аэрографии и удостоились высоких оценок жюри. Наталья Сорокина заняла 5-е место в номинации аппаратный маникюр. Ее коллега Жанна Булкова стала четвертой в номинации «Случайный гость» и первой в номинации «Моделирование стилет». О зареченской индустрии красоты Елена Степкина. Обещала вернуться, исправить ошибки и подняться выше. Первое участие в открытом международном чемпионате Beautiful Technology по маникюру, моделированию, дизайну ногтей и аэрографии принесло Жанне Булковой бронзовую награду. Призовому месту зареченский мастер была рада, но посчитала, что этот результат стоит улучшить. Возможность осуществить задуманное представилась в июне этого года. Выбранная номинация была та же «Стилет», место проведения состязания осталось прежним «Москва». Регламент тоже не изменен. На одной руке модели ногти нужно было нарастить заранее, и на другой – в зале под пристальным вниманием судей. Поработать с той же моделью не удалось. Она и сама решила поучаствовать в чемпионате. Но выход из этой ситуации нашли. В этот раз мне моя тренер помогла. Нашли мне модель в химках. Девушку тоже мастера. Мы делали одну руку в химках, а вторую тоже везли. Был еще такой у нас сказусный момент. Одну руку мы сделали, а на второй руке у модели были еще ногти наращенные. И мы опаздывали. Ну и у меня все как всегда. Опаздывали на чемпионат, пилили ногти в метро. Вторую руку. Зрелище было не для слабой нервы. Но на чемпионате об этом инциденте уже не вспоминали ни модель, ни мастер. Всех увлекло конкурсное испытание. На работу давалось ограниченное время. И создать идеальную форму. И в точности повторить дизайн было непросто. У нас была тематика. Тематика называлась «Природа России». То есть в ногтях моделирование, в дизайне нужно было отразить какие-то особенности именно природы России. Я выбрала ромашки. Все такое яркое. В общем, все как я люблю. Ну и, как выяснилось, не прогадалась дизайном. Работа Жанны Булковой была признана лучшей. Теперь у нее есть желанный кубок, диплом и звание королевы стилетов. Но на достигнутом зареченский мастер останавливаться не собирается. В планах – участие в чемпионате Европы по маникюру, моделированию и дизайну ногтей. Елена Степкина, Андрей Яркин, телерадиокомпания «Заречный». И о спорте. Завершается первый круг чемпионата Пензенской области по футболу среди детей 2006-2007 годов рождения. Напомню, что «Заречный» представляет сразу три команды – 9, 10 и 11-летних союзовцев. Самые маленькие воспитанники «Зареченского клуба» последний матч первого круга провели на домашней площадке. Их соперниками стали ребята из второго состава «Пензенского зенита-2007». С первых минут матча гости повели себя по-хозяйски и выбрали атакующую тактику, которая вскоре дала свои плоды и позволила «Зениту» открыть счет. Больше первый тайм голов не принес. Во втором игровом отрезке инициатива перешла к «Союзу», футболисты которого один за другим создавали опасные моменты и в результате смогли сравнять счет 1-1. Ничья сохранялась буквально до последних минут игрового времени. Исход встречи решил пенальти, назначенный в ворота «Зенита» на исходе второго тайма. Гол Александра Дворецкого. Финальный свисток. 2-1. Победа «Союза». В Заречном продолжается футбольный фестиваль в поддержку Кубка Конфедерации. Как и в мировом первенстве, за победу сражаются 8 сборных. В составе одной из них, новозеландских Киеве, играет наш корреспондент Анна Литвинова. Она и расскажет о ходе турнира. В групповых матчах Зареченского футбольного фестиваля, приуроченного Кубку Конфедерации, продолжается борьба за выход в полуфинал. Каждая из 8 сборных, представляющих ту или иную страну, провела по 2 матча. Главная особенность Кубка Конфедерации по Зареченске, что на поле одновременно играют и дети, и их родители. По правилам турнира в команде должно быть не более 4 взрослых. При этом папам запрещено забивать голы и стоять на воротах. Но несмотря на ограничения в правилах, отцы находят возможность помочь маленьким футболистам. Мы представляем команду австралийских кенгуру. Встречались мы с камерунскими львами, с союзом 2006. То есть с нашими одноклубниками, так сказать. Мы сегодня победили 5-2 в упорной борьбе. Была игра равная. Но все-таки нам удалось победить. Денис, ты забил три гола? Да. С передачи отца или нет? Ну, некоторые с передачи папы. Два гола с передачи папы. В итоге сборная Австралии победила камерунцев со счетом 5-2. Проходящий на соседнем поле матч между немецкими Орлами и чилийскими Кондорами завершился победой южноамериканской сборной со счетом 3-2. Голкипер чилийских Кондоров Алексей Ялый, оказавшийся на месте известного южноамериканского вратаря с говорящей фамилией Браво, в этом матче чувствовал особую ответственность после триумфальной игры чилийского голкипера в матче Кубка Конфедерации со сборной Португалии. Я бы тоже, как он, так тащил мячи. Мне очень тяжело стоять. 2008 год нас очень часто обыгрывает, потому что у них очень хороший тренер. А это еще их родители усилили, да? Да, еще их родители. Но сейчас мы ведем 2-0. Самым результативным матчем второго дня городского футбольного фестиваля стала игра мексиканских койотов против новозеландских киви. Со счетом 6-3 победила сборная Новой Зеландии, в то время как португальские рыси обошли российских медведей 4-1. Впереди у сборных еще по одному матчу в группах, по результатам которых станут известны имена полуфиналистов. Полуфинальные и финальные игры пройдут 1 и 2 июля на искусственном поле городского центрального стадиона. Анна Литвинова, Денис Дубицкий, телерадиокомпания «Заречный». Как зареченские 9-11 классники завершили учебный год? Выпускники 2017, физики или лирики? Какое направление для дальнейшего обучения выбирают зареченские школьники? Предварительные итоги завершившегося учебного года в интервью начальника департамента образования Елены Аникиной. Смотрите через несколько минут. Не переключайтесь. На первом энергоблоке Белорусской АЭС начался важнейший этап строительства – монтаж главного циркуляционного трубопровода. Еще несколько лет назад эта операция длилась почти 10 месяцев. Сегодня на нее требуется в три раза меньше времени. Если реактор – сердце атомной станции, то главный циркуляционный трубопровод – его основная артерия. Во время работы АЭС в ней непрерывно циркулирует вода, нагретая до 320 градусов под давлением в 160 атмосфер. Выдержать такие нагрузки могут лишь специальные бесшовные трубы с толщиной стенки в 70 миллиметров. Из них и собраны все 130 метров главного циркуляционного трубопровода. Раньше все его части сваривали вручную, но при строительстве нововоронежской АЭС-2 впервые была применена автоматическая сварка. Это позволило сократить сроки монтажа с 305 дней до 72. После того, как мы заварили первые два стыка без брака, без дефектов, появилось понимание, что если мы дальше продолжим такую сваженную работу, то мы завершим сварку срок и качественно. Сокращению сроков сварки более чем в три раза во многом способствовали и предложения по улучшению технологического процесса, которые поступали непосредственно от рабочих инженеров, производящих работы. В частности, было предложено проводить предварительную укропненную сборку блоков трубопровода, отслеживать готовность оборудования к сварке и наличие необходимых материалов, вести контроль сварных швов параллельно со сварочными работами. Когда ты организуешь систему планирования и контроля за ходом работ и убираешь потери из этих работ, внося улучшения, посмотри, каких сумасшедших результатов можно досвидеть. Белорусская АЭС возводится по российскому проекту с реакторными установками ВВР-1200 поколения 3+. Первый энергоблок планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, второй – в 2020. Сооружение атомной станции идет в соответствии с планом, однако белорусская сторона и госкорпорация Росатом на прошедшем в Москве международном форуме Атомэкспо договорились ускорить темпы работы. Пример сокращения сроков сварки главного циркуляционного трубопровода показывает, что возможности для повышения эффективности строительства есть. Медиклиник. Современная многопрофильная клиника. Инновационные медицинские технологии. Врачи более 40 специальностей. Медиклиник. Путь к здоровью всей семьи. Надежные кондиционеры «Зануси». Всего 15900 рублей. Телефон 23-24-04. С компанией «Ремстрой». Новости Заречного в эфире. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях начальник департамента образования Заречного Елена Аникина. Добрый вечер, Елена Васильевна. Добрый вечер. Вас можно поздравить. Последний выпускной у девятиклассников, у одиннадцатиклассников 23-го. Теперь у девятиклассников вроде бы все, учебный год закончился. На некоторое время да. Елена Васильевна, скажите, пожалуйста, вот каковы итоги по этому году? Что вы могли бы отметить, касаясь одиннадцатиклассников, девятиклассников? Как эти выпускники по сравнению с прошедшими годами лучше стали учиться, хуже стали учиться? Какие тенденции в образовании? Начнем с одиннадцатых классов. Мы очень довольны результатами наших одиннадцатиклассников. Речь даже не идет о том, что эти одиннадцатиклассники сильнее, чем прежние. Речь идет, наверное, о более осознанном выборе предмета для сдачи экзамена и о более тщательной подготовке к этим предметам. Если раньше, пару лет назад, одиннадцатиклассник старался выбрать максимум предметов для сдачи, для того, чтобы попасть хоть по каким-то результатам в ВУЗ, то сейчас общая тенденция такова, что одиннадцатиклассники намеренно выбирают ограниченное число предметов, выбирают ВУЗ, осознанно готовятся к сдаче экзаменов по этим предметам и получают более высокий результат. Весь прошлый год педагоги общеобразовательных организаций работали именно над тем, чтобы помочь ребенку выбрать предмет, помочь подготовиться. Поэтому исключены случайные результаты, когда я просто пошел попробовать. Ну и, следовательно, результат выше. У нас в этом году практически по всем предметам средний балл по городу значительно выше, чем средний балл прошлого года. Это очень радует. Это уровень самостоятельной подготовки или это работа системы образования? Вы знаете, в последние два дня перед нашей с вами встречей мы анализировали как раз результаты каждой школы. И в департамент образования приглашался заместитель директора по учебной работе, директор школы. И мы анализировали каждую систему подготовки, потому что каждая школа выбрала для себя определенную системную работу с выпускниками как девятых, так и одиннадцатых классов. Мы анализировали каждую систему, делали выводы, определяли, что мы берем на следующий год на внутришкольный контроль, на городской контроль, какие предметы. Оценивали слабые места. Я должна сказать, что те результаты, которые имеют дети, это, безусловно, работа школы. Это, безусловно, очень вдумчивый подход родителей и выпускников, которые нам очень помогали в этом. Ну и, конечно, я знаю, что многие за кадром сейчас скажут, конечно, репетиторы. Конечно, репетиторы. И репетиторы в нашем случае иногда играли важную роль в жизни ребенка. Это как раз тот самый человек, который определял выбор ребенка. И мы благодарны этим людям за поддержку ребенка. Есть, которые оказали ребенку медвежью услугу. Такие, к сожалению, случаи у нас тоже есть, когда ребенок на протяжении нескольких лет занимался с репетитором. Родители были уверены в результате и получили не тот балл, на который рассчитывали. Поэтому, конечно, мы говорим о тех пробелах и минусах, которые имеются в системе образования. Безусловно, в следующий год постараемся отработать так, чтобы результат был еще выше. Скажите, пожалуйста, каковы, опять же, тенденции в плане профессиональной ориентации? Куда стремятся зареченские выпускники? Это вузы, это военные вузы, это технарии, гуманитарии, физики, лирики? Вы знаете, вот очень значительное увеличение выбора у детей идет в пользу военных специальностей. Это и понятно. Государство уделяет очень большое внимание военным профессиям, и даже девочки выбирают военную службу как свою будущую занятость. Есть технические в равной доле, технические и гуманитарии. К сожалению, меньше идет на педагогику. Прямо-таки меньше, меньше и меньше. Хотя мы нацеливаем детей на работу в качестве учителя, воспитателя детского сада, педагога дополнительного образования. Но число детей, выбирающих педагогическую специальность, резко падает. Ну, наверное, и медицинских работников. Медицинские работники зависят от года. И мы отслеживаем очень интересную динамику. У нас идет через год увеличение числа детей, идущих в медицину, и его снижение. Я думаю, что это потому, что медицина – очень специфическая область. И пойти туда просто от балды, простите за сленговое выражение, не представляется возможным. Это как раз те самые дети, которые делают осознанный выбор. В этом году они тоже есть, но их меньше, чем в прошлом. А если говорить о девятиклассниках, то каковы успехи здесь? Я понимаю, что еще итоги экзаменов не все подведены, но все-таки общее некое направление должно быть понятным. Мы проанализировали результаты девятых классов, и должны отметить, что они тоже достаточно серьезно у нас улучшились. И тоже это связано с тем, что дети более продуманно стали выбирать предмет по выбору. Несмотря на то, что в этом году, в отличие от прошлого, оценивалось не два предмета, а четыре были обязательных. И для детей это была дополнительная нагрузка. Если одиннадцатый с этой нагрузкой справляются стойко с самим режимом проведения итоговой аттестации, то для девятиклассников это безусловный стресс. Поэтому они грамотно выбирают предметы, не распыляются на все, чтобы хоть где-то выбрать. И потом их выбор обусловлен профилем, потому как обязательным условием зачисления в профильный класс является сдача профильного предмета в режиме ГИА. Достаточно высокое число детей сдает у нас экзамен в девятом классе по медицинским показаниям в щадящем режиме. И это число, к сожалению, у нас растет. Незначительно, но увеличивается. И уже сейчас мы анализируем контингент восьмиклассников, будущих девятиклассников. И, с сожалению, мы отмечаем, что здоровье, конечно, это та проблема, которая сейчас волнует и родителей, и детей, и нас, конечно. Большой процент детей выбирает общество знания, и девятиклассников, и одиннадцатиклассников. Одиннадцатиклассники выбирают этот предмет в связи с тем, что большое число ввозов даже на технические специальности иногда требует сообщество знания. Девятиклассники по незнанию думают, что это попроще. Так же, как и биология, с радиочарованием отмечают, что да нет, да не попроще, а все так же тяжело, как и профильная математика. Мы стараемся их выбор контролировать, об этом тоже шла речь на совещании, которое у нас в департаменте образования проводилось. Мы довольны девятыми классами, рассчитываем, что они будут достойными выпускниками через пару лет. И вот как раз о том, кто же будет выпускниками школ и кто же будет выпускниками других учебных заведений. Понятно, что это будет ясно только первого сентября. Но все же, некие определенные направления, некие определенные, опять же, тенденции, повторюсь, вы наверняка отслеживаете. Абсолютно. Куда? Хотят продолжать обучение в школе зареченские девятиклассники, или все же они выбирают получение среднеспециального образования? Достаточно большой процент, и на протяжении последних нескольких лет этот процент увеличивается. Детей выбирает среднеспециальное учебное заведение. И мы очень уважаем этот выбор, потому как ребенок идет осознанно на тот профиль и в ту специальность, в которой он заинтересован. Отчасти это связано с той профориентационной работой, которую ведем мы и наши партнеры в городе, знакомя детей с достаточно большим спектром профессий. Отчасти это происходит потому, что уровень заданий и экзаменов в 11 классе, он очень серьезный. И ребенок, имеющий средние способности, безусловно, делает выбор в пользу среднеспециального учебного заведения. Потому что, во-первых, это экономит ему время, он получает специальность быстрее, а во-вторых, дает возможность поступить в ВУЗ после среднеспециального учебного заведения, что многие делают. Я должна сказать, что за последние несколько лет у нас где-то с 72% до 67% снизилось число желающих детей продолжать обучение в 10 классе. Это очень большой процент. Раньше это было 98-92%. Я помню, к примеру, 10 лет назад. Сейчас, я думаю, это достойно уважения, дети все-таки принимают решение в пользу самоопределения, чем нежели отсидеться 9-й, 10-й, вернее, 10-й, 11-й, а дальше там посмотрим. Кстати, у родителей, у многих вот такое еще осталось. Пусть он посидит, в Пензу ездить далеко опасно. Пусть он 9-й закончит, и 10-й, 11-й он еще тут со мной побудет. И пусть дети решают сами все. Ну, дети более подготовлены в этом вопросе, потому что они видят тот спектр заданий, которые мы им даем. Мы начинаем пробовать 9-й класс экзамена уже в 8-м, для того, чтобы родители понимали, что выбрать. Ну и, соответственно, с 10-го класса начинается подготовка к ЕГЭ, поэтому ребенок понимает, с чем ему приходится столкнуться. Понятно. Спасибо большое вам, Елена Васильевна, за столь обстоятельную беседу, за столь обстоятельное подведение итогов. Ну, скажем так, предварительных пока итогов. Предварительных. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. И вам я желаю всего самого доброго. До встречи на канале «Заречный» и удачных вам выходных. До встречи на канале «Заречный» и удачных вам выходных. До встречи на канале «Заречный» и удачных вам выходных.